Мы обрабатываем поверхность. Ну и теперь, ответственный момент, вырезаем вот такую вот пластмассу, электродик будем его называть, это от этого же бампера я отрезал, не важно, можете от другого. И начинаем прогревать, то есть тут мы почистили, да, и прогреваем это место вместе с нашим электродиком. Греем сам электрод. И вот такими движениями начинаем его паивать. Вдавливаем. Стояльником можно обрезать ненужное. Как бы направление нужно держать под электрода, поэтому мы пойдем в эту сторону. Как вы видите, пластмасса плавится и на бампере, и сам электродик тоже плавится. Она сращивается. То есть насадка нам позволяет сделать это все как бы направленно. Быстро. Да, и быстро, то есть время это особо не занимает. Так же обрезаем паяльничком. И последняя наша точечка. Ну, для пущей уверенности кому-то, что если это кажется некрепко, можете еще помочь вот так вот разгладить паяльником, да. Чем хорошо такой способ, мы ее как бы не сверху припаяли, да, а всю плоскость. То есть у нас пропаяна вся плоскость. Так вот, выравниваем. Ну, это как бы, чтобы эстетический вид был. Да, то есть пластмасса у нас однородная и толстая в этом месте. Как лечье получилось. Как лечье получилось, да. Как бы разглаживать даже вот это вот не обязательно. Ну, не будем как бы эстетический вид делать. То есть здесь и там тоже самое делаем. То есть это однородный пластмасс, и он хорошо пропаян. То есть толщина его очень больше, да, чем родная. Даже такое место, я уверен, не разлетится при ударе. Такое место больше сохранится, чем то место, которое, ну, как бы заводское. Как многие утверждают, что сетка там лучше, да. Да, сетка, она тоже, конечно, имеет свою роль немножко крепкость. Ну, вот этот способ намного крепче. Этот способ уже стали чаще использовать. Как бы я его уже давно использую. Но особенно такие вещи хорошо где-то на краях. То есть утолщение сделать края, то есть слить в однородную пластмассу. Как бы такой способ очень действенный. Ну, и как бы теперь на эту сторону, да, мы как бы вот здесь же обработали швы. Но нам нужно, чтобы шпаклевка легла дальше. Потому что мазать-то мы будем больше, да, и здесь. Берем 120-очку и аккуратненько набиваем рисочку. Ну, можно и 240-очку. То есть по всей ширине, где мы будем работать. Ну, естественно, и обезжирить это все надо. Ну, проверим на прочность. Ну, как видно, все держится отлично. Ну, конечно, не надо, вы же не будете молотком, да, постоянно долбать. Но если ударитесь, я уверен, что у вас где-то рядом лопнет, но это место не лопнет. Еще вот вопросик. Вот тут вот образовываются, да, такие небольшие кратерки. В принципе-то вы их можете заплавить пластиком, как я показывал, потом сточить. Но можно просто как бы наложить стекловолокнистую шпаклевку. Я беру вот такую вот шпаклевочку. Это микрофибер линейки Новол. Она зеленого цвета. Есть белого цвета шпаклевочки. Там зерно как бы намного крупнее стекловолокно. То есть для, ну, как бы для первых-то слоев еще, а для вторых слоев это уже похуже. То есть и размешиваю. Как видели, я немножко положил. Хорошо вымешиваем, чтобы у вас перемешалось все. Кстати, если слышите, народ по рации говорит. Мы общаемся на рации. Уже у нас больше 5700 человек на рации. И ребята вот в онлайн общаются, друг у друга советы спрашивают. Ну, там не только автомобильные темы, разные бывают. Так что подключайтесь на рации, ищите нас на канале Олег Несеров Брест. Вот я дам ссылочку, что такое вообще рация. Ну, пойдем наложим. И накладываем шпаклевочку. Как бы сначала заделываем поры. Как всегда, да? Дядя Олежа уронил землю, конечно. И здесь тоже закладываем. Как бы гранички я сделал, как бы небольшим таким кратером внутрь, чтобы сцепа было больше. И такими нехитрыми движениями закладываем. Ну, это как бы первый слой. Ну, как бы вот это первый слой. Ну, вот и вся любовь. И сиськи на бок. Ну, вот как вы видите, ничего сложного. Все, вот это мы бы сделали где-то минут за 20. Ничего такого сложного. То есть, ну, и затираем этот слой. Следующий слой вы уже можете накладывать универсальные шпаклевочки. После чего грунтуете. Как бы вот и все дела. В папочке ремонт бамперов, вот я дам. Там есть, как бы, другие варианты, да? Как его покрасить, как приготовить. Все это есть. То есть, смотрите, учитесь. Успехов. Надеюсь, урок был полезен. Ну, и на пассажок, как всегда, анекдот. Звонок на радио. Примите поздравление. Передайте, пожалуйста, песенку такую-то, такую-то. Ивану Федоровичу Сидорову. Песенку. И привет. От всего сердца. Дочь Лена. Извините, Дакунова. Дебил. Дочь. Лена. Вот такой анекдот. Ну, я надеюсь, сегодняшний урок вам понравился. Пусть не такой длинный, немножко короткий. Но основную информацию какую-то вы ухватили. Следующее видео не заставит себя долго ждать. Погодка уже радует. Скоро будем на улице работать. Съемки будут гораздо, гораздо контрастнее, да? Ну, и хотелось бы пожелать всем успехов в труде, да? Терпения, здоровья крепкого сибирского, хорошего настроения, солнечной погодки. Ну, и, конечно, добра и бабла. Правильно.